Здоровье людей, здоровье нации тесно связано, как мы знаем, с занятием физической культуры и спортом. У нас сейчас Михаил Владимирович подскажет, сколько у нас сейчас занимается постоянно физическая культура и спорта, и на какую цифру мы должны выйти в ближайшие годы. Но вот что касается ограничений, о которых сказал Михаил Михайлович, ограничений занятия спортом, у нас, к сожалению, ещё их достаточно, но, на мой взгляд, на первый план выходит главное. А главное заключается в том, что мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит. Вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание. В том числе и на то, как работает закон о спорте. Мы должны понимать, что люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут оплачивать на постоянной основе занятия физкультурой для своих детей. И нельзя делать вид, что мы этого не замечаем. Михаил Владимирович, пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, начну с процентов. Сегодня у нас 56% граждан занимаются регулярно физической активностью и спортом. А наша цель к 30-му году 70% граждан России и в 36-м году 76%. Для достижения этих целей разные меры государствам по вашему поручению принимаются. Из того, что сказал Михаил Михайлович, полностью поддерживаю включение в поле зрения государства всех организаций, всех форм собственности, которые оказывают физкультурно-оздоровительные услуги. И, конечно, включить в АКВЭД их нужно. В целях более эффективного регулирования, включить все физкультурно-спортивные организации, индивидуальных предпринимателей, это можно сделать наделением Минспорта контролирующими функциями, исключив заявительный порядок. Сегодня у нас в заявительном порядке организации сами решают, оказывают они услуги, являются они физкультурно-спортивными или нет. Здесь мы Народный фронт полностью поддержим. Это назревшая тема. Ну и, конечно, региональные органы власти, наше Министерство спорта, субъектов Российской Федерации тоже наделить полномочиями по лицензированию всех физкультурно-спортивных организаций, чтобы избежать травм и услуги, чтобы оказывались должным образом. По налоговому вычету депутатами Государственной Думы, по вашему поручению, был внесен законопроект. Он принят. Действительно, маловато средств. Владимир Владимирович, я здесь разделяю мнение людей, которые на прямую линию обратились к вам. И мы готовим сейчас решение. Ну, во-первых, у нас нет никакой разницы сегодня в законодательстве между золотыми, серебряными и бронзовыми знаками ГТО, что, в общем говоря, нивелирует золотые, нужно вводить разные. Здесь налоговые вычеты, конечно, сумму увеличивать. Эту работу мы с Минфином и со всеми ведомствами продолжим. Если говорить в цифрах, то сегодня у нас работающих граждан, которые имеют знаки отличия комплекса ГТО, в России 752 700 человек. Вот если по сегодняшним нормам идти, то всего максимально 195 миллионов вычетов должно было выплачено быть. Но, мне кажется, маловато. И поэтому мы здесь с Народным фронтом солидарны, с людьми надо больше. Доклад окончен, Владимир Владимирович. Хорошо, ладно. Мы еще поговорим по всему комплексу, имея в виду то, о чем вы сейчас только что доложили. Нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом. Как можно больше. Нужно для этого создавать условия. И все мероприятия, направленные на решение именно этой задачи, должны быть, безусловно, отфинансированы государством. Все остальное – это дело творчества. Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации. Но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом – это наша, безусловно, абсолютная задача. На это прошу обратить внимание. Поговорим потом, Павел.